Привет, друзья! С вами Джин Лав. И это второй урок моего проекта, который называется «Быстрое создание сайта». Итак, сейчас мы приступим к регистрации сайта на хостинге. Размещению, точнее, сайт на хостинге. Делаем следующее. В поисковике Google либо Яндекса пишите такую надпись «TimeWeb» и нажимаете «Поиск». Далее у вас выставится примерно такая вот страничка, где будет написано «Хостинг от TimeWeb. Доступный и мощный хостинг сайта». Вот ссылочка timeweb.com. Вот, берете, нажимаете на нее и у вас должна открыться следующая страница. Итак, на этой странице мы сейчас будем выбирать имя для нашего сайта. И нажимаете вы сейчас на кнопочку «Домины». «Домины» — это как раз и означает имя сайта. Нажимаем на нее. Идет загрузка. И сейчас выбираем название нашего сайта. Итак, перед тем, как выбрать, мы видим здесь различные цены. По поводу цен не пугайтесь. Все зависит от того, какое вы имя хотите. Если вы хотите использовать сайт в России, то лучше выбрать имя с точкой «Ру». И 150 рублей — это цена за год, за один год пользования этим именем. Если вы хотите использовать свой сайт по всему миру, да? Ну как, этот сайт тоже будет действовать по всему миру, да? Но просто это как бы влияет... Ну как бы престижность, непрестижность. Ну в общем, можно выбрать с точкой «Ком». Будет стоить 699 рублей за год использования этого имени. Я использую с точкой «Ру» и также вам рекомендую, если вы планируете сайт использовать по России, да? Ну и в принципе. Итак, как выбираем имя? Например, пишем сейчас на английском sony.ru И нажимаем «Проверить домен». «Проверить домен» — это как раз означает «Проверить имя». Свободное оно или нет, или оно уже кем-то занято, это имя. Итак, вот нам показывают, что sony.ru — это домен занят, да? Это имя занято. И тогда мы путем подбора подбираем себе имя. То есть стираем и пишем то имя, которое нам необходимо, которое нам подходит. Я уже к себе подобрал имя, уже выбрал. И сейчас я его просто скопирую и вставлю. Имя моего сайта, которое я сейчас буду создавать, будет называться «Богермен.ру». «Богермен» — это один герой из игры, который бегал там и, в общем, побеждал всех. Эта игра была на Сегу. Ну, может быть, кому-то это известно. В общем, когда вы написали имя, нажали «Проверить домен», у вас высвечивается, что домен свободен. Значит, это имя свободно, и вы можете его использовать. Теперь поступаем следующим образом. Подобрали себе имя и поняли, что это имя свободно. Теперь мы поднимаемся вверх и нажимаем на кнопочку «Хостинг». Нажимаем на кнопочку «Хостинг», и перед нами высвечивается вот такая вот таблица. Опять же, суммы, пускай вас не пугают, я сейчас вам быстро, кратко объясню, что это значит. Смотрите, это различные тарифы данного хостинга, хостинга «Таймвеб». В зависимости от того, какой мы будем выбирать, у нас будет предоставляться большее количество сайтов, которые мы можем создать. 50 сайтов, 25 сайтов, 10 сайтов, 1 сайт. Мы начнем с одного сайта, а в будущем, если вам понадобится больше, вы всегда можете перейти на другой тариф. Вот, смотрите, дальше цены. Цены, пускай так же вас не пугают, цены здесь разные. Мы можем сейчас поставить за год, можем оплату помесячно. Но на самом деле сейчас это ни на что не влияет. Сейчас мы просто будем регистрироваться, и не важно, что мы сейчас выберем, сейчас у нас происходит процедура регистрации. Итак, поехали. Просто выбираем вот этот самый недорогой тариф, ER+, и нажимаем «Разместить сайт». Теперь здесь указываем свою фамилию, имя, отчество. Вот, указали фамилию, имя, отчество. Далее указывайте ту электронную почту, которую мы с вами регистрировали на первом уроке, которую мы создавали на первом уроке. Я ее сейчас опять же так же просто возьму, скопирую. И нажму «Вставить». Все указал. Далее мы с вами просто укажем имя, то есть то имя, каким мы будем называться в этом хостинге. Это неважная процедура, но в принципе ее можно тоже пройти. Пишите на английском какое-либо любое английское имя, которое вам нравится, чтобы просто так вас называлось, назывался таким вашим именем на этом хостинге. Итак, теперь далее. Смотрите, у нас здесь страшная сумма 1188 рублей. Это тоже ничего не значит сейчас, потому что мы просто проходим регистрацию. Если вас это пугает, вы просто можете нажать вот сюда и выбрать один месяц. Сейчас мы в любом случае ничего не платим и никому ничто не отдаем, никакие деньги. Итак, в этой процедуре, смотрите, вот, если вы пока пробуете создавать сайт, и вы не хотите вкладывать большие деньги, минимальные затраты, которые вам понадобятся, это 300 рублей. На покупку домина, точнее имени сайта, это 150 рублей. И на обслуживание, на содержание его на хостинге 120 рублей, ну, примерно, на один месяц. Далее, если вы хотите продлить, вы просто можете оплатить на большие месяца, и все. То есть, итак, выбирайте просто здесь один месяц, нажимаете галочку «Я согласен с условиями оферты», и нажимаете «Заказать хостинг». Ждем загрузки. Все, появилась такая вот наша страница. Это панель управления хостингом. Появилась такая же, опять же, окошечко, его просто закрываем. Далее, нажимаем на надпись «Домины и поддомины». Нажимаем. Загружается у нас. Далее, нажимаем на надпись «Зарегистрировать новый домин». Нажимаем. Далее, сюда мы пишем то название, которое мы подбирали. Вот мы с вами подбирали свободное имя сайта, свободный домин. «Как будет называться наш сайт?» Вставить. Вот, подбирали. Если, опять же, вы прописали название с точкой «Ру», да, вот автоматически стоит, и у вас светится зеленая галочка, значит, такое имя сайта свободно, и вы можете его взять и использовать. Вот, если будет какое-то другое галочка, крестик красный, да, значит, такое имя уже занято, и вам нужно подобрать какое-то другое имя. Вот сейчас очень важный момент. Здесь вы выбираете с точкой «Ру», вы будете использовать имя, либо можно выбрать какое-то другое, допустим, с точкой «Ком». Вот, выбрать можно. Это будет цена 699 рублей за год, либо какое-то другое, да, с окончанием, допустим, с точкой «Су» или так далее, с точкой «Биз» и так далее. Я выбираю с точкой «Ру», то есть у меня будет сайт называться «Бугермен.ру». Вот, и далее нажимаем кнопочку «Добавить к регистрации». Теперь появилась такая надпись «150 рублей», название вашего сайта «Бугермен.ру», в моем случае у вас будет как-то по-своему. Теперь нажимаете надпись «Добавить администратора». Нажимаем на нее. Далее здесь прописывайте свои данные. Я прописываю свои, вы прописываете свои. Фамилия, имя, отчество. Важно, прописывайте свои реальные паспортные данные и все остальные данные, для того, чтобы если какие-то возникнут проблемы у вас, ну, не дай бог, да, с сайтом, чтобы вам могли что-то как-то помочь. Итак, пишите свои данные. Я, естественно, укажу не настоящие данные паспорта, дабы не палиться, потому что это тестовый демонстрационный обучающий сайт, да, на примере. Укажу какие-то другие. Вы же указываете настоящие данные своего паспорта. Все-все данные указываете. Телефон, смотрите, и почту, опять же, нужно указывать правильную. То есть тут я пишу правильный свой телефон и указываю ту почту, которую я создавал ранее в первом видеоуроке. Вот я опять указываю ту же почту. Именно поэтому мы создавали почту, для того, чтобы ее везде указывать, чтобы у нас была одна почта для нашего сайта, хостинга и так далее. Указываем почту. И нажимаем кнопочку «Создать». Все. Создали. Далее мы нажимаем кнопочку «Зарегистрировать домены». Нажимаем на нее. Теперь мы вверху видим, что мы регистрируем домен, точнее, имя нашего сайта bugerman.ru. Стоимость 150 рублей в год. Варианты оплаты. Можем оплатить через Яндекс.Кошелек, можем оплатить через WebMoney, можем оплатить через Kiwi, можем оплатить с помощью карты. Для меня самый удобный способ оплаты – это оплата с помощью карты. Итак, также вижу я надпись «Привязать карту для автоматического пополнения баланса». Если вы хотите, чтобы автоматически списывались деньги с этой карты, когда деньги на хостинге закончатся, тогда оставляйте эту галочку. Если нет, просто убирайте. Я ее убираю. Нажимаю «Оплатить». Итак, здесь указываете номер своей карты. Я указываю свой, вы, естественно, указываете свои данные. Указываете срок действия карты. И указываете владельца карты. Здесь указываете секретный код. Этот код обычно указан сзади карты, и там находятся три цифры. Далее опять указываете тот адрес электронной почты, который мы с вами регистрировали. Далее опять указываете свой настоящий телефон. И далее нажимаете «Оплатить». Далее подтверждаем оплату. У всех это по-разному. У меня придет сообщение. Подтверждаем оплату. Все, оплата произведет. Далее мы нажимаем надпись «Вернуться в магазин». Готово. То есть мы сейчас оплатили с банковской карты имя нашего сайта на один год стоимостью 150 рублей. И его, собственно, это имя зарегистрировали. Так, теперь мы делаем следующее. Давайте обновим страницу и нажмем вот сюда, на «TimeWeb». Нажимаем, обновляем страницу. И вот видим такую вот надпись, да? Такую картинку. Далее делаем следующее. Нажимаем «Пополнить», кнопочку «Пополнить баланс». Нажимаем. Сейчас мы с вами будем именно оплачивать хостинг, именно оплачивать хранение нашего сайта. Смотрите. Тут у нас, опять же, большая сумма 1188 рублей. Это если вы будете оплачивать хранение вашего сайта на целый год. Если хотите на меньший срок, то можете на меньший срок, а потом просто добавить денег, доложить еще. То есть, доложить любую произвольную сумму. Итак, я, так как это у меня демонстрационный, обучающий, да, урок и видео, и мне на год этот сайт не нужен, я оплачиваю на один месяц. Вот. Вы же можете выбрать на один год, потому что, если вы хотите им постоянно пользоваться, то будет экономия 23%. Итак, я же выбираю на один месяц и оплачиваю хранение своего сайта на один месяц. Это 129 рублей. Опять убираю галочку, не привязываю карту, чтобы постоянно деньги с нее не списывались, когда заканчивается на хостинге деньги, да. И оплачиваю, опять же, таким же способом через карту. Нажимаю оплатить. Также указываю номер карты, указываю свой. Вы, естественно, указываете свой номер карты. Так, проверю. Указываете срок действия. Указываете владельца карты. Указываете секретный код. Указываете настоящий адрес электронной почты. Тот, который мы с вами регистрировали в первом уроке. И указываете свой мобильный телефон. И также нажимаете оплатить. Опять же, подтверждаете оплату. Я сейчас жду смс-ки с подтверждением. У вас, возможно, это будет так же, возможно, как-то по-другому. Так, пришла смс-ка. Подтверждаю оплату. И далее также возвращаюсь в магазин. Нажимаем кнопочку «Вернуться в магазин». Все, вернулись. Теперь мы оплатили наш сайт, точнее, хранение сайта на один месяц и оплатили имя сайта на один год. Ну, имя сайта мы оплатили на один год, потому что других вариантов здесь не бывает. Итак, теперь делаем следующее. Сейчас так же все повторяем за мной. Нажимаем на надпись «Сайт». Его здесь вот. Нажимаем на нее. И сейчас у нас страница загрузится. Делаем следующее. Наборите на свое название сайта, которое вы зарегистрировали, которое вы приобрели. У меня это, в моем случае, boogerman.ru. У вас это какое-то свое название вашего сайта. Когда мы на него наводим, мы видим справа такую надпись. Вот здесь вот. «Отвязать домен». Наводим, проводим вправо и нажимаем «Отвязать домен». Спрашивают у нас, вы действительно хотите отвязать домен? Нажимаем «Ок». Отвязали. Итак, отвязали домен. Теперь, сейчас мы удаляем другой домен, который нам сейчас здесь не нужен. Нажимаем крестик. Вот здесь вот. Нажимаем крестик. Спрашивают подтвердить, да? Нажимаем «Ок». И удаляем вот этот домен, который длинненький такой, длинный. Удалили. Теперь, нажимаем на надпись «Каталог CMS». Перед нами открывается такая вот страница. CMS – это такая система, с помощью которой создается сайт, и с помощью которой он управляется. Я умею создавать сайт и управлять с помощью системы WordPress, и поэтому мы выбираем ее. Выбираем WordPress. Нажимаем на WordPress. Далее, нажимаем «Установить приложение». Теперь, делаем следующее. Нажимаем на вот этот вот значочек с надписью «Тестовый домен». Нажимаем на нее. И выбираем тот домен, то имя сайта, который мы с вами зарегистрировали, который мы с вами оплатили. В моем случае это boogerman.ru. Нажимаю «Выбрал». И теперь нажимаю «Начать установку». Смотрите, вот у нас появилась теперь такая вот картинка. Значит, мы установили систему управления нашим сайтом на наш сайт, собственно. И мы получили логин и пароль управления нашим сайтом. Теперь мы это закрываем. Кстати, вот эти вот данные, они пришли также на нашу почту. Это сейчас мы закрываем. Это тоже мы закрываем. И возвращаемся на TimeWeb. Возвращаемся. Вернулись. Теперь давайте нажмем на сайты. Нажали на сайты. Загружается у нас. И вот что мы видим здесь. Мы видим здесь систему управления нашим сайтом WordPress. И имя нашего сайта boogerman.ru. Все. Теперь что еще можно сделать? Это сделать следующее. Нажать на настройки. Нажали на настройки. Далее мы здесь видим PHP 5.3. Мы делаем следующее. Нажимаем сюда и выбираем 5.4. Это выбрали. И теперь нажимаем «Сохранить». Не буду объяснять для чего это. Просто сделайте это. Все. Теперь смотрите. Процедура основная закончена. И теперь вы уже можете начать управление и создавать свой сайт. Но не так быстро, как хотелось бы. Сейчас сайт не будет доступен. Если мы сейчас перейдем по нашему сайту. То есть по названию boogerman.ru. По этому адресу. Наш сайт вряд ли будет доступен. Иногда он доступен сразу. Иногда быстро все срабатывает. Хостинг быстро работает. И быстро все размещает. Иногда это будет через 2 часа. Иногда через 6 часов. Поэтому если вы сейчас перейдете и у вас ничего не отобразится. В этом нет ничего страшного. Итак, давайте проверим. Нажимаем на boogerman.ru. Ждем. Страница загружается. И вот мы видим, что по данному адресу boogerman.ru пока ничего не доступно. Но это не беда. Через несколько часов, 2 или более часов, может быть 6, наш сайт уже будет доступен. И мы сможем его управлять. И все. Далее мы нажмем стрелочку назад. Вернемся опять сюда. И возьмем, выйдем из хостинга TimeWeb. Нажимаем. Выйти. Теперь смотрите. Мы отсюда вышли. И вот что нам нужно сейчас знать. Сейчас на нашу почту. На нашу почту. Мы сейчас зайдем сюда в нее. И ее обновим. На нашу почту пришли письма. И эти письма мы будем разбирать в следующем видео уроке. Тут пришли письма с ссылками на вход, с паролями, с паролями на наш хостинг и так далее. Тут пришло много писем, которые нужно разобрать. И продолжите дальше с ними работать и сработать с сайтом. И это мы сделаем уже в следующем видео уроке. А с вами был Анатолий Быков. Джин Лав. Всем пока. Анатолий Быков. Анатолий Быков.